котики всем доброе утро хочу пару минут с вами поболтать давно мы с вами не виделись что хочу сказать сейчас такое время непонятное в связи с закрытием инстаграма все бегают куда ни попадя туда-сюда в россии закрыли как-то называется монетизация для ютюберов если честно у меня ее как таковое не было поэтому ребят все знают что для меня канал это как хобби да поэтому он останется и ничего с ним вообще не изменится не поменяется мы с вами будем видеться общаться все по-старому вот хочу вам рассказать вчера мы общались с мужем наверное в час ночи надо 2 часов ночи мы с ним болтали сидели о чем я редактировала ролики для моего курса у меня стартует девятнадцатого числа девятнадцатого марта курс по профессии тик ток менеджер но по сути это профессия для любой социальной сети ты становишься автором для ведь вертикального видео контента не горизонтального как здесь в ютюбе а именно вертикального а сейчас он нужен для всех и в контакте и в инстаграме и где там еще я думаю в telegram тоже сделают ссылки вернее stories тоже вертикального формата не горизонтально в горизонталь по сути у нас только youtube вот и у меня там есть такая тема и как раз сидела редактировала ролик монтировала его нарезала и такая тема желание нужно бы я девчонкам даю задание составить хотя бы 50 своих желаний на самом деле вроде как звучит не сложно да а вы вот сядьте и попробуйте записать 50 желаний 50 ребятки 50 это не 5 не 10 это 50 ну кажется что это легко то что там я хочу виллу где-нибудь да это в крыму чтобы не выезжать из россии например да потом что еще хочу поплавать с дельфинами часто все пишут да но это такое надуманное знаете поставленное общество да а что ты именно хочешь но начиная от новых джинс заканчивая там не знаю каким-то очень крутым обучением да и вот нужно сесть и прям выписать себе твои желания понимаете это сложно вот на двадцатом желании не знаю как у вас у меня на двадцатом желании уже такой был ступор ну как бы знаете начинаешь уже думать ну ладно новый компьютер хочу как бы моему вроде новые но типа еще круче до марку компьютера начинаешь просто понимаешь что все вот это занимается заменяется одним словом повышение уровня не дохода а быта да уровень комфорта до ежедневного просто хочется повысить уровень ежедневного комфорта и вот я монтирую этот ролик сижу да и обратилась к мужу говорю серёж а чего ты хочешь очень какие у тебя желание есть но мне муж пошляк он сразу пару желаний сказал но не тех которых которые я ждала а это что что так нормально вроде видно я говорю нет вот действительно твоих желаний которых ты вот мечты какие-то у на это ну ты знаешь я это называю немножко по-другому для меня это не желание а эти планы но это я их всегда называю планы они желания может быть с одной стороны это как бы и круто да и правильно я почему планово потому что я говорит когда что-то хочу я начинаю планировать как это получить там да это правильно потому что мы иногда вот чего-то хотим но даже маленького вот мини-мини шага к этому к направлению этому не делаем понимаете то есть у него очень правильные мысли даже это все не не желание а все это как бы планы вот и все которые просто нужно будет исполнить вот тоже но обсуждали что хочется поехать и туда и туда вот просто про путешествие на самом деле мы говорили о путешествиях по россии да но даже их почему-то мы не совершаем понимаете у нас вечно что-то есть типа по важнее знаете ну ремонт например в квартире сделать какую-то новую мебель купить еще что-то там да но какие-то определенные желания мы не закрываем никогда в общем надо об этом тоже задуматься ему вчера с ним так болтали сидели вообще долго часа два наверное ночью и как-то вот даже друг друга узнали лучше после 14 лет по совместной жизни и что еще почему я вообще этот ролик решила снять что девчонки и ребята кто смотрит да общайтесь со своими половинками спрашивайте какие у тебя мечты и вообще цели но вот я поняла что у него вот сейчас главная мечта это но естественно увеличить но не буду говорить о том что это его мечты да но в чем мы сошлись да с ним что у нас в общем-то одинаковое было это повышение уровня комфорта ежедневного вот на ежедневной основе повышение уровня комфорта да вот например как я раньше думала что о я еду на такси это ну типа дорого можно было сэкономить поехать на чем-нибудь другом да нет нельзя ты никогда не повысишь свой уровень комфорта это ежедневно если ты будешь вот эту включать жабу которая сидит на плече да ну в общем вот это вот в этом мы с ним сошлись в наших желаниях таких совместных да что хочется повысить свой ежедневный уровень комфорта вот и мы будем над этим работать вот кисюльки все люблю вас целую вот немножко с вами так поболтала напишите выходить ли мне вот так вот с какими-то такими спонтанными мыслями в youtube